Это помещение, в котором также висят работы Сергея Федотова. Такой классический пример интерьерной живописи, прямо так скажем, именно интерьерной живописи, где Сергей в своих картинах написал вполне конкретные художественные образы. Это букеты цветов, все три работы, которые здесь представлены в холле. Это такой интерьер, не перегруженный сложными задачами, которые ставит иногда перед собой художник. И эти картины весьма и весьма удачно дополняют интерьер холла в одной из секций жилого комплекса «Золотых ключей». Ну вот мы сейчас, если подойдем, мы увидим замечательный камин и некоторые из работ Сергея Федотова. Ну, если сказать несколько слов о картинах Сергея Федотова, на самом деле несколько слов это будет очень мало. Сейчас перед нами картина Сергея Федотова под кодовым названием «Осень». Дело в том, что Сережа не вдается в очень сложные коллизии построения названия. Для него очень важен вход в полотно, и самое главное, из этого полотна потом ему надо выйти. А вот что мы увидим на этом полотне, я думаю, что даже сам художник не знает. Как говорил в свое время Сальвадор Дали, когда я подхожу к холсту, я не знаю, что будет в конце. Ну, собственно говоря, это не секрет. Каждый художник не знает, чем закончится его подход к холсту. Вполне возможно, его просто не будет, этого холста. Но Сережа Федотов не тот человек. Как правило, любая работа его заканчивается победой над холстом. Свои эмоции удается взять в узду и превратить их в нечто, что потом будет радовать глаз. За моей спиной одна из самых любимых моих картин Сергея Федотова. Эта работа называется «Степь». Эта работа для меня олицетворяет творчество Сергея на очень высоком художественном уровне. А связь во времени я вижу с очень известным английским художником Тернером. Наверное, здесь есть что-то такое весьма условное и отвлеченное. Но с точки зрения моей здесь появляется ощущение совершенно безграничной перспективы. Хотя на полотне я даже не нахожу никаких предметных указателей этой перспективы. И название «Степь» к ней подходит как нельзя лучше. Другого названия просто нельзя было придумать. Потому что перспектива удаленная, потерянная в пространстве и «Степь» – это, мне кажется, синонимы. Сейчас наш зритель может посмотреть две картины Сережи Федотова, о которых я уже говорил, что эта вещь может позволить себе не каждый художник к созданию, к работе над такими поверхностями. Это очень сложная работа на самом деле. Измазать холст может каждый. А вот придать ему фактуру, придать ему пластику, дать цветовое решение, может быть не фигуративное, поскольку мы привыкли воспринимать искусство и все, что нас окружает вокруг, как некий фигуратив, который вызывает у нас те или иные ассоциации. А здесь человеку предлагается ассоциировать совсем не на тех принципах, на которых мы привыкли это делать. Здесь есть фактура, цвет и пространство. Поставленная задача найти в Сережных работах конкретные образы может натолкнуться на невозможность решения таковой задачи. Почему? Потому что в Сережных работах, в Сережных картинах не всегда зашифрованы конкретные предметы, не всегда зашифрованы конкретные образы. Он позволяет зрителю искать эти образы самому. Не факт, что на 25-м году жизни с картиной Сергея Федотова в интерьере вы не откроете для себя что-то новое в этой работе. Каждое полотно, каждая его картина, они многофункциональны, многоемки в своем информационном плане. Недаром люди с креативным, с таким, я бы так сказал, сложным мышлением очень серьезно относятся к Сережиному творчеству.